Arturia Microlab для тех, кто любит писать музыку везде и всегда. Arturia Microlab это компактный мини-контроллер с двухоктавной клавиатурой, весьма чувствительным к скорости нажатия клавишами, а также прорезиненным корпусом, что весьма удобно, если вы любите писать музыку всегда и везде и не желаете преждевременно затереть корпус вашего девайса. Он просто в установке, подключении и использовании. Серия выпускается в трех цветах, голубой, оранжевый, черный. И кроме того, при покупке вы становитесь обладателем лайт-версии таких программ, как Eneloc Lab, Bitwig и Grand Piano Model D. Итак, перед нами небольшой миди-контроллер Arturia Microlab. По факту, Microlab это урезанная версия Minilab. Дизайн минималистичный, ничего лишнего. Нам доступны 25 чувствительных к скорости нажатия клавиши, также две сенсорные полосы, питчбенд и модуляция, смена октав, а также кнопки Shift и кнопка Hold. Кнопка Hold имитирует педаль сустейна и находится она здесь потому, что разъема для подключения педали сустейна, к сожалению, нет. Благодаря кнопке Shift доступен режим Cort, позволяющий играть аккорд, нажимая лишь одну клавишу. Особого внимания заслуживает прорезиненный корпус, защищенный от сколов и трещин при незначительных падениях, а также при транспортировке. Резина корпуса пориста, что позволяет клавиши не скользить по поверхности, на которой она находится. Питание контроллера осуществляется по шине USB и на USB кабель также стоит обратить внимание. Его разъем не торчит, защищен, а сам кабель при транспортировке можно закрепить вдоль устройства во встроенное углубление, что весьма удобно. Достаем шнур из резины корпуса и подключаем к ноутбуку. Драйверы нам никакие не нужны, так как программируемых кнопок здесь нет. Пройдемся по функционалу клавиш основной панели. Клавиша Hold. Данная кнопка заменяет нам сустейн-педаль, что, несомненно, круто для дорожного варианта. Для кого-то любителя музыцировать на гастролях, такое может быть даже удобнее, чем работа с сустейн-педалью. Нажимаем и удерживаем Shift, а затем Hold. И набираем ноты аккорда, которые хотим воспроизводить нажатием одной клавиши. Выбираем синтезатор, нажимаем ноту или аккорд и пальцем вводим вниз-вверх, имитируя движение колеса модуляции или питчбенда. Все весьма отзывчиво и легко. Несмотря на то, что данный девайс не создан для репетиций этюдов Шопена, а больше подходит битмейкерам и для музыкантов, любящих работать в дороге и на гастролях, клавиши имеют очень хорошие тактильные ощущения и, как и в других контроллерах компании Arturia, по ощущениям напоминают настоящее пианино. Само собой, клавиши уменьшены в угоду компактности. В Analog Lab нам открываются возможности софта, предоставляемого вместе с контроллером. Сенсорные полосы модуляции питчбенда можно использовать как тачпэд ноутбука или мышку. Открываем Analog Lab и теперь в меню, например, синтов, хотим быстро пробежаться по основным синтезаторам. Зажимаем Shift на контроллере, затем вводим пальцем по левой сенсорной панели и таким образом мы можем переключать синтезаторы. Когда определились с синтом, нажимаем Shift, нажимаем по сенсорной панели и синтезатор выбирается. Если мы хотим полистать пресеты, то нажимаем Shift и вводим пальцем по правой сенсорной панели. Последующий тэп выбирает пресет. Клавиатура идеально подходит для начинающих. Также она для тех, кому нужно просто писать музыку дома и не занимать много места. Для битмейкеров подходит идеально. Не подходит однозначно, если ты пианист и собираешься на ней репетировать гаммы. Вообще, девайс напоминает внешний жесткий диск, готовый к падениям и постоянным путешествиям. И, собственно, это, наверное, будет лучшим описанием для такой клавиши. Купить такую прелесть можно у официального дилера компании Arturia в Украине Allegra Music на их сайте Musician.ua. Ну, а с вами был Игорь Чили на канале Musician.ua. Всем микро-лап, пока!